Почтить память выдающегося организатора оборонной и атомной промышленности и возложить цветы к его памятнику пришли сотрудники ядерного центра, представители власти, студенты политехникума и Сарфаты, патриотические отряды города. Борис Глебович Музруков был директором РФЦНЕВ с 1955 по 1974 годы. За это время он внес огромный вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны. Стал первым председателем горспортсовета, почетным гражданином Сарова, дважды героем социалистического труда. Хороший лыжный праздник, это традиция, которую мы очень чтим, это достойная память Борису Глебовичу Музрукову. В этом году мы проводим празднование, в том числе посвященное и 75-летию нашей отрасли. Отрасли, которая создала атомный щит, щит, который позволил нашей стране 75 лет жить в мире. И мы также должны быть благодарны и Борису Глебовичу, который внес достойный вклад в создание первой атомной бомбы. После возложения цветов на обновленной лыжной базе многократный чемпион мира по лыжным гонкам среди любителей Вячеслав Кайдаш вместе с членами комиссии по работе с молодежью профкома РФЦНЕВ зажег огонь соревнований и дал старт 41-му мемориалу Бориса Глебовича Музрукова. На снежную трассу традиционно вышли сотрудники подразделений института. Жители Сарова, гости из других городов, ветераны спорта. Спортивный праздник собрал в этом году почти 3000 человек. Безусловно, это самое массовое мероприятие года. Это мероприятие входит в календарь РФЦО «Атомспорт». И, конечно же, ему уделяется особое внимание. И у нас приглашены гости различных городов. Сегодня присутствуют здесь город Озерск, город Ладейное поле, Москва, Академики РАН, АКБМ, НИИС, наши коллеги, город Заречный представлен очень большой компанией. Галина Ладыгин работает ведущим инженером-технологом в производственном объединении «Старт» города Заречный. Уже десятый год подряд женщина приезжает на лыжный марафон и занимает призовые места. В этот раз спортсменка стала лучше на дистанции 5 километров. Дистанция 5 километров у нас спортивная, спуски, подъемы. И хорошо, что в этом году разделили старт по группам. Сначала мужчины ушли, потом женщины, потом дети. У нас обычно случаются завалы на первом же подъеме. В этот раз удалось этого избежать. На финише участников ждал горячий чай и угощение. На мемориал Бориса Глебовича Музрукова любители и профессионалы приезжают не ради медалей. Спортивный праздник – это еще один повод активно использовать для здоровья и провести время в компании своих коллег. Обменяться опытом, а также в очередной раз почтить память выдающегося человека. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.